Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос строительства забора. Ну вы знаете, что заборы бывают разные. В данном случае мы будем строить забор для того, чтобы уберечь уже имеющий забор от снега. Значит у нас крыша высокая, в этом году было снега много и непосредственно снег упал и повредил данный забор. Ну забор неплохой, но поленька слабовато сделана, потому что столбы, мы видим, что они хорошие, все не очень прочно стоят. И черемочки на большом расстоянии. Поэтап на строительство забора будет проводиться следующим образом. Вот на первом этапе мы разметили, какой у нас будет забор. Ну мы сделали забор, он немножко задуман, сантиметров 50-60 уступает. Значит разметили. Здесь у нас получилось 6 столбиков. Расстояние между столбиками 2-10. Расстояние очень хорошее, небольшое, соответственно перемычки будут небольшие. После этого, значит необходимо нам было углубить ямки. Ямки сделали по меточкам на 60 сантиметров глубины. Для того, чтобы глубокие ямочки сделать, мы используем следующий бур. Мы переспользуем лопату, лопату, плом и вот самодельный бур. Самодельный бур. Так как бурели непосредственно возле забора, ручку пришлось обрезать. Но для этой цели, в переселении, используем трубочку. У нас несколько бур. Вот один бур. Вот значит непосредственно большой бур. И вот здесь вот такой бур для выемки земли. Ну это когда большие бурят глубоко. Большой бур хорош, все замечательно. Мы начинали бурить под фундамент домика. Все хорошо, но машина бурит лучше. Забурили где-то 3-4 отверстия. Ну, как говорится, тяжело вытаскивать, на 2 метра бурить. Здесь у нас удлинение было глубоко тяжело. Здесь мы, значит, соответственно, забурили, забурили, значит, под столбики, 6 отверстий. После чего начинаем разметку, как устанавливать столбики. Начинаем, значит, с простого, с простых вещей. Первое, значит, устанавливаем один столбик, вот, значит, на один конец ставим, и на другой конец ставим. Столбики установили, после этого, значит, берем уровень, берем уровень, вот, уровень берем, и выставляем сейчас столбики по уровню. Вот, выставили столбики по уровню, все нормально. Выливаем, значит, бетоном. Бетоном делали следующую пропорцию. Три с половиной, значит, на одно ведро цемента, три с половиной песка, и в районе пяти ведер щеба. Значит, ликшером замешали, заливали. Залили, значит, соответственно, первый и последний столбик. После этого натягиваем, натягиваем через первым последним столбиком. Натянули ее потом по этой ниточке, по этой границе, и подписываем уже, значит, выставляем столбу. Значит, столбы залили, все. Постояло, значит, они один день. Сольки постояло. После этого, значит, приступаем ко второму этапу. Второй этап необходимость готовить, значит, опалку. Опалку. Ну, особенность еще такая, то, что в данном случае, в данном случае, да и, пожалуй, нам всегда так получается. Здесь у нас имеется склон. Склон значительный. Для того, чтобы определить, каким образом установить опаловку, где-то здесь может быть пираску сделать, ступенечку. Что мы используем? Можно использовать водяной уровень, чтобы прострелять линию горизонта. Можно лазерный уровень использовать. Но в данном случае мы использовали непосредственно маленький такой уровень. Вот он, маленький уровень такой, очень удобный, очень хороший. Здесь два ушка есть. Этот уровень выставляется следующим образом. Значит, мы на один стол привязываем ниточку. Значит, уровень устанавливаем, на ниточку вешаем. И посредине, значит, непосредственно отрезок, который мы простреливаем, ставим пополам. И по уровню выставляем ниточку. Ниточку простреляли по уровню. После этого, значит, уровень сняли. Уровень сняли. И здесь ниточку привязали. По этому делаем отметку. Вот мы сделали по вастрому третий. Вот одна отметка. Вот вторая отметка. Вот три. На всех штабах сделали отметку. Вот это линия горизонта. Когда у нас есть линия горизонта, после этого мы можем, мы можем уже непосредственно посмотреть, где, каким образом делать штупеньки. Ну, в данном случае, в данном конкретном случае, мы сделали вот между первыми двумя столбами штупеньки. Потом, значит, взяли два столба, еще одну штупень, и на встрече, каким образом эти штупеньки делаются. Значит, непосредственно, значит, берем, значит, расстояние измеряем. Вот от этой меточки до начала первой ступеньки. Первая ступенька должна быть, ну, примерно сантиметров 10-15 от земли. Значит, здесь отметка, здесь примерно 50-50 сантиметров. Если здесь 50 сантиметров, соответственно, у нас имеется и следующая отметка. Здесь отметка есть. Здесь тоже отмечаем 50 сантиметров. 50 сантиметров имеется. Значит, делаем отметки. После этого натягиваем шнур Здесь непосредственно дитка Можно проволоку натянуть Можно леску натянуть Для того, чтобы когда заливаем фундамент Можно было ориентироваться По горизонту, чтобы он был ровный После этого, когда мы это все сделали Нам необходимо Произвести армирование Армирование мы проводили следующим образом Мы к столбам Приварили здесь Небольшие петли Петлям Сделали армирование Можно металлическое армирование делать Но в данном случае Использовали Пластиковый армирование Тоже хорошая, длинная И непосредственно По каждой террасе получается армирование Значит 3-4 нитки арматуры Положили здесь, допустим На первой террасе Точно так же на второй террасе И точно так же на третьей террасе Армирование провели После этого нам необходимо Выставить опалубку Таким образом мы делаем В данном конкретном случае Мы использовали Имеющие Дошки Ну вот Горбыль Горбыль Можно любые Другие Дошки Может щиты Какие у кого что есть Но для того, чтобы ровно получилось Значит Необходимо Отступить Одинаковое расстояние От столба От столба Вот берем Значит У нас Дощечки Дощечки Два с половиной сантиметра Мы значит Ставим дощечку С одной стороны Два с половиной сантиметра С другой стороны Два с половиной сантиметра Значит Вот Значит Данную ножку Прижимаем К этой дощечке И забиваем кол Вот Один кол С этой стороны Второй кол Там Третий Четвертый Вот Достаточно На такое расстояние На два метра Четыре кол Вот это достаточно Хорошо Получилось И дальше Пошли Точно так же Здесь ниточка стоит В данном случае Здесь мы использовали Можно значит Кол забить Вот Кол здесь забит И здесь Перемычку Гвоздями забили Но Она стоит Значит После этого Когда Палука Готова Заливаем Таким же раствором Как вот Столбы я заливал Точно так Снимаем Опалку Значит Опалка Залили Опалку Постояла Три-четыре дня После этого Можно что Опалку снимать Вот сейчас Мы будем Снимать Опалку И Будем Значит Варить Перемычки Но Перемычки Можно варить Разным способом Вот здесь В данном Случе Значит Столбам Она значит Непосредственно Приварена Значит Сбоку Но Мы будем Варить Заподлицо Почему Так Заподлицо Ну Потому что Если Допустим Одинаковый Стандартный Материал Проще Но мы Используем Трубу Будем использовать Она у нас Есть Вот здесь Потолще Есть Потоньше А заподлицо Она выровняется Будет Все Хорошо Вот Ну и Потом Труба Мощная Такая Даст Хорошую Крепость И будет Забор Вот на Первом Этапе Мы Сделали Опаловку Установили Столбы Значит Следующий Этап У нас Мы Приварим Значит Трубы И будем Устанавливать Профлист Вот Профлист Уже Потом В следующем Этапе Значит Ну Сейчас Я бы Еще Хотел Провести Маленький Анализ Тех Заборов Которые Уже Простояли Три Года Три Года Но Это Будет Следующим Видеом Приступаем К Яне Опал Что Горется Ломать Не Строить Наличие Хорошей Кувалды Кувалда Хорошая Можно Разломать Что Хочешь И Сразу Вырисовывается Опаловка Вот Оно Нормально Здесь Вот Пирасова Пошла Тупенька Одна Уберем Видите Сразу Вот Одна Стопенька Вот Перепад Получается Как я и говорил Перепад 10 сантиметров Туда По уровню Здесь Выше Получается Поменьше Немножко 10 сантиметров Ну Пойдет Перемычку Это Убираем Она Потому что Раствор не затекал Все В принципе Здесь осталось Два раза Голый Сейчас Опаловку Поставим на место По увозам Дожки И начнем Уже Варить Перемычки Так что Наблюдайте Будем работать Дальше Все Значит Мы видим Что Опаловку Мы сняли Столбы Стоят Мертво Опаловка Достаточно Ровненькая Сейчас Будем Варить Столбы Вот Чтобы проще Как бы попросить Свою работу Сюда Одну Защечку Поставили Сюда Одну Защечку Поставили Точно Этого У нас Ежут Трубки Мы берем Что И Выкладываем Вот Очень Хорошо Получается Сейчас Болгаркой Запилим И начнем Варить Чтобы Запилить И чтобы Она Ровна Была Столбу Берем Карандаш Вот Примерно Вот Так Размечаем Сначала Один Край Обрежем Привожим А потом Другой Край Обрежем Это Очень Просто Попробуем Сейчас Будем Делать Мы Пометили Где надо Обрезать Берем Болгарку Отбираем Душку И поехали Болгарку Работаем Болгаркой Работаем Болгаркой Конечно же У кого есть приспособления Там Тиски И прочее Это Больше времени Более безопасно Если кто Работал Болгаркой То Может Так Вот Одну Сторон Мы Обрежем Здесь Мы Приложили Здесь Очень Хорошо Нормально Будем Надо Зачистить Переходим На эту Сторон На эту Сторон Вот Тоже Берем Карандаш И Отмечаем Можно Конечно И промахнуть С него Сюда Отметили Под наклоном Под наклоном Перебросим Потому что У нас Приспособление Вот так Сюда Сюда И Сюда Ну И Не забывайте Разгибайтесь «Нормально» Продолжение следует... 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 Берем прописку Можно еще хвостить Чтобы он не падал Чтобы он не падал Удобнее работать будет Вот с трубцинкой Нажимаем Вот здесь уже не падает Еще у нас трубцинка есть Сейчас можно сразу Прихватить Ниже Так Раз Это моя Сильно не надо Чуть-чуть Вот в принципе стоит Теперь делаем разметку Мы Смотрим с этой стороны Чтобы видно было Вот здесь труба Вот помечаем Здесь Здесь И здесь Здесь И соответственно так Все трубы помечаем Отсюда Здесь ниже Здесь И Здесь И Здесь 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 Принцип Здесь Здесь Придерживаем Вот И И немного, буквально пол секунды раздрегать. Вот, сейчас конкурсу. Вот, закрепляли. Закрепили. Теперь уровень воды. Можно так вот и здесь. Ну, если здесь, не согласно, немножко этот конечек приподняет. Приподняет. Чтобы проще работать, можно сейчас одну закрепочку поставить, а потом приподнимем и еще. Так что, все приготовил, молоток где-то отсутствует. Сейчас на нем даем... Вон, наверху он лежит. Как это? Этот конец, наверное. Этот крайне нужно понимать. Здесь надо поставить услугу. Здесь появится поколение. Более точный воздух. На солнце, на солнце, транзаш. Маркер, да? Маркинг в обовы, сейчас. Но. Ну а, кормушем, сейчас, кормушем. А там будет можно видно, можно паркер... В общем, можно было... Деревья, испытанная, привлеченная лет 30 лет назад, наверное, морщина была, как говорится, фон даже скосит. Мы видим, что труба толстая, сверлить позвонок. Так, выходит, немножко, немножко, вытянет собачку, чтобы крышка, да, сверли, елочку. Так. Так, как у нас накладочки, это накладочки можно упасть, и мы, там, одно, одно и оно мало. Так, вот вдвоем, чтобы мы и на вечере, ну, можно, я был, вот тысячи часов мало стало. Держи выходом. Вот сюда и пойдем. А нам теперь еще, как говорится, еще нужно кольцо поставить, а потом будет хватит. Попровички старые. Все, а дальше в таком же плане, уже он никуда не денется, и вот здесь уже поклей. Мы будем заклепки ставить в каждую волну, это будет крепче, потому что, значит, задача данного забора улавливать снег. Чем больше заклепок, тем крепче. Вот, пожалуй, все. Завершим полностью устанавливать профлист, покажем, что получилось. Вот уже от одного листа, считай, что мы сделали половину намеченного забора. Здесь мы ставим, как я и говорил, каждую волну. Это может даже и много, но в данном случае много не бывает. Между листами мы тоже соединяем заклепочки, мы считаем. Некоторые не доверяют заклепке, некоторые крутят саморезы. Но я считаю, что заклепки в данном случае выдержат, и все будет хорошо. Но пройдет зима, увидим, посмотрим. Продолжаем работать. Субтитры создавал DimaTorzok Старенько, но надежно. Не подводим пока. Все больше старешей, только подводим. Вот этапы строительства нашего забора закончились, и пришло время подвести итоги. Ну, как я и говорил, что данный забор мы строились уже из листов БУшной. Вот видите, вот здесь вот отверстие от предыдущего забора было. Значит, в целом забор получился неплохо. В данном случае мы крепали каждую волну для усиления, и, как особенность данного забора, вместе скрепили вот этот лист с листом, как по горизонтали, так и по горизонтали. Получился забор достаточно ровный, хороший. Внизу тоже просвет нормальный. Ну, а здесь вот в конце, если посмотреть, здесь маленький рез сделали. Почему? Потому что листа не хватило. Прочертили болгарочкой очень хорошо. Считаю, что данный забор получился хорошо, и послужит нам достаточно долго. Вот, пожалуй, все. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»